Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, наша традиционная встреча, в ходе которой мы обсуждаем рынки, смотрим на них с разных сторон, стараемся охватить максимально возможное количество инструментов, чтобы подсветить большее количество торговых возможностей. Тебе традиционно огромное спасибо, что подключился, чтобы подсказать нашим подписчикам и тем, кто следит за нашим совместным контентом, что вообще локально можно использовать. Ну что, в целом, вкратце, если эта неделя, она по сути только начинается, вчера выходной день в США, сегодня ликвидности будет побольше, и основные релизы, они же-новостные катализаторы и драйверы, Это новости из США в четверг, данные по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Какой из этих отчетов спровоцирует наибольшую волатильность? Ну, я все-таки, наверное, полагаю, что это индекс расходов на личное потребление, потому что это тема, связанная с инфляцией. Инфляция, как мы знаем, насущная проблема для США и не только для мировых центральных банков. С ней, соответственно, пытаются бороться. Вроде бы как где-то есть прогресс, который позволяет регуляторам, соответствующим, которые добились этого прогресса, начать уже с нежать ключевую процентную ставку. Вот очень мы долго ждем июньский месяц, точнее июнь, и, соответственно, заседание мировых центральных банков. В этот период, потому что очень многие заранее прогнозировали, что именно в июне начнется смягчение экономической политики. Но вот ФРС остается пока за бортом всех вот этих центральных банков, потому что, в лучшем случае, американский регулятор созреет на это решение в сентябре. Хотя, может быть, и сентябрь тоже будет под вопросом, поскольку сейчас вероятность снижения ставки по инструментам F2.4.9%. Ну что, Виталий, как вообще настрой по содержанию экономического календаря? Будет что-то интересное в фармках этой недели? Или ты думаешь, что будет консолидация, торговка до тех пор, пока не выйдут нонфармы уже в начале июня и так далее? Ничего интересного по концу месяца мы уже не увидим. Так просто настроение. Итак, приветствую всех. Ну, в принципе, я ожидаю, что будут все-таки движения, но вопрос в том, что рынок, он бывает периодами, да, какой-то хороший, да, прогнозируемый хорошо, а бывает сложный, когда в него не стоит лезть как бы в таком формате, да. Сейчас более-менее прогнозируемо, у нас есть тренды определенные по некоторым инструментам, есть коррекции, возможно, эти коррекции закончились, и мы дальше будем двигаться по трендам, да, по таком формате, да. Там еще вопрос возникает, будет ли усложнение коррекции, то есть, потому что, ты думаешь, коррекция закончилась, она просто, как бы, такой боковик превращается более длительный, там, не на неделю-две, а на три-четыре, то есть, вот это иногда сложно спрогнозировать, вот этот момент. Погласен. Так, ну что, давай тогда разберем несколько торговых идей, начнем с меня. Так, ну, начнем с меня, традиционно, с индекса доллара, сейчас, Виталий, видно уже демонстрацию? Да. Так, отлично. Индекс доллара, текущие котировки 104, скажем так, если чуть-чуть, вы видите, 40. Локально мы сегодня с азиатской сессией наблюдаем за тем, как, в этот момент, да, есть интерес к доллару, опять же, я думаю, что пока это еще ни о чем не говорит, рынку нужны дополнительные драйверы новостные, в том числе, и, думаю, ничего интересного по индексу американской валюты мы уже не увидим в ближайшие две торговые сессии, нужно ждать выхода тех релизов, которые я назвал. В целом, какие настроения по доллару у меня, на самом деле, не изменились, я сторонник длинных позиций, в прошлой неделе это куча комментариев истребительных от представителей ФРС, много статистики, индексы PMI, отдела активности в производственном секторе, в сфере услуг, заказан товар длительного пользования, ну, в общем, к этим данным трудно придраться, даже не нужно, потому что, в целом, фундаментально он хорош. И, как доказательство того, что рынок снова задумался о перегретой американской экономике, о том, что сферу услуг будет толкать потенциальную инфляцию вверх, является вот как раз тот самый показатель вероятности снижения ставки в сентябре, о чем я уже сказал. 44,9%. Это не то, чтобы прям настолько мало, что можно было бы сказать, что в сентябре ставку не изменят. Но я здесь даже хочу сделать акцент на то, что статистика и каждый релиз, который выходит в США, он влияет на эти рыночные настроения. Если, опять же, в начале недели вероятность была 55, то снизилась, по сути, на 6%. Поэтому, если в этот четверг мы увидим сильные данные по ООП и, что еще важнее, по индексу расходов наличное потребление, то тогда рынок начнет больше сомневаться в том, что американский регулятор пойдет на смену вектора денежно-корритной политики. Я, как уже отметил оптимист в отношении доллара, считаю, что долгосрочно американская валюта сможет еще выйти на новые локальные максимумы, прежде чем перейдет к затяжному снижению по факту ожиданий смещения американской монетарной политики. Поэтому в отношении индекса доллара это традиционная идея от меня, пока что удерживает ланги. На что хотелось бы сделать акцент. Сегодня на золото. 2343 доллара за тройскую функцию. Буквально на своем брифинге я касался этого инструмента и говорил о том, что нужно подождать какое-то время, пока по рыночному позиционированию не будет интересных уровней и значений. Ну вот буквально с записями моего брифинга прошло уже несколько часов, сантимент начал активно меняться и золото полетело вниз. Вот буквально две последние четырехчасовые свечки. Это снижение почти на 10 баксов. И сейчас уже большинство участников рынка, больше 60% находится в лангах. Соответственно, золото тоже по классике отработки такого паттерна идет вниз. Почему снижается золото? Это очень хороший вопрос, учитывая то, что сейчас сохраняется, опять же, фундаментальный фон, связанный с геополитическими рисками. Казалось бы, если вернуться к теме, которая коррелирует с Ближним Востоком, Палестино-Израильским, конкретно, мы думаем, все следят за новостями, золото должно активно расти и, соответственно, обновлять локальный максимум. Но пока что у нас, наоборот, тенденция обратная. И здесь я связываю, опять же, локальное снижение золота все-таки с локальным ростом доллара, с ростом доходности американских облигаций. Буквально сейчас уже доходности трежерис, вот буквально две секунды, дай мне, 4,45%. И это, на мой взгляд, очень неплохая база для того, чтобы золото дальше пока испытывало определенный прессинг. Я не думаю, что снижение будет прям совсем глубоким, особенно если не изменится сентимент. Но пока что золото претендует на локальную коррекцию в районе 2,400 долларов за тройскую унцию. Так, еще на что хотел обратить внимание, на рынок нефти, 82-83. У меня была цель, и, по-моему, мы с тобой в прошлый раз вместе смотрели по рынку нефти и обозначали потенциал для снижения, если я не ошибаюсь. Да, позапрошлый, позапрошлый, мне кажется. Позапрошлый раз мы обсуждали шорт нефти в район там 80 где-то примерно. Чуть-чуть мы до него не достали, прям совсем символичное значение. Последовал разворот, это дневной таймфрейм. Но я все-таки еще считаю, что рынок нефти может туда сходить, но думаю, что произойдет это только уже на следующей неделе, после того, как состоится заседание ОПЕК на этих выходных. И, на мой взгляд, есть все-таки предпосылки того, что страны ОПЕК, особенно отдельные его участники, могут уже без особого энтузиазма поддерживать решения, которые предполагают продление добровольного ограничения по добыче, сокращений, производство экспорта и так далее. Потому что это соглашение действует уже довольно продолжительный период времени. Последние несколько месяцев мы наблюдаем исключительно нисходящий тренд. И всего, чего они добились за этот период времени, так это позволили США заместить занятие определенную долю рынка, которая ранее принадлежала им. Могут быть отдельные интересные, опять же, выводы со стороны стороны ОПЕК+. И если по факту мы увидим, опять же, смену этих настроений, то, может быть, в понедельник уже прямо с открытия торговой сессии снова нефть окажется под давлением. Будем уже следить за тестом поддержки 80 долларов за барр. И в связи с тем, что я делаю больше акцент на снижении рынка нефти и укреплении позиций доллара, я бы рекомендовал еще посмотреть на пару долларов канадец. 1.3630 текущие котировки. Сегодня, кстати, на повестке экономического календаря не так много отчетов, но будет еще релиз по индексу цен производителей. Это данные по промышленной инфляции. В прошлый раз индекс потребительских цен в Канаде снизился. И это позволило руководству Банка Канады начать анонсировать идею того, что можно вскоре начать смягчение экономической политики. Точнее, в ходе июньского заседания. Поэтому индекс цен промышленной инфляции сегодня тоже может продемонстрировать нисходящую динамику, что укрепит уверенность трейдеров в том, что Банк Канады будет смягчать политику. И еще на этой неделе выйдут данные по ВВП. Канады там тоже прогнозы не самые лучшие. В общем, здесь исключительно пессимистичный настройок в отношении канадского доллара и ожидание того, что пара с текущих уровней пойдет дальше восстанавливаться к целевому значению 1.37 и потенциально выше. Виталий, слово тебе. Видно мой рабочий экран? Видно рабочий экран? Да, Виталий, видно. Да. Так, давайте пройдемся по некоторым инструментам. Основным, как всегда, посмотрим, что я в прошлый раз говорил, дам какие-то новые прогнозы по некоторым инструментам. Хотел затронуть еще раз доллар-рубль. Напомню, где-то в позапрошлом или позапозапрошлом эфире нашем я прогнозировал укрепление рубля против доллара среднесрочно. Пока мы потихонечку двигаемся в эту сторону, я целился, мы торговались где-то в районе 92 плюс-минус, я целился на 80, мы уже практически подошли к первому уровню поддержки в районе 88, да, то есть вот здесь сильный уровень поддержки. Я думаю, как мы его пройдем, дальше у нас есть вариант движения в район 80, то есть вот эти цели я называл среднесрочно. Поэтому по данному инструменту пока я вижу укрепление рубля. Здесь есть очень хорошая, я называл в прошлый раз, хорошая модель на разворот тренда, то есть у нас был импульс осенью, в ноябре, видим очень длительная консолидация, коррекция такая, да, и дальнейшее падение. Поэтому данный инструмент, кто торгует, я не торгую, но мне интересно, скажем, отработается ли моя, скажем, модель по данному инструменту. В принципе, пока локально она отрабатывается. Дальше, также в прошлый раз я обсуждал рынок криптовалют, так как у нас значимые новости прошли по эфиру. У нас одобрили там ETF для некоторых фондов, где-то около 8 фондов. Там есть еще нюансы по поводу ETF этих, там есть определенные нюансы, я в них даваться не буду. Это есть такая загвоздочка одна, но в принципе, как видим, потихонечку мы подрастаем. Я думаю, что вот новость вышла, как видим, на ожиданиях новостей мы выросли, а уже после выхода данной новости рынок не падает, но консолидируется. Я думаю, что в ближайшее время мы будем пробивать максимум марта, то есть это в районе 4 тысяч, и дальше двигаться там 5 тысяч и выше. В чем перспектива эфира? В том, что он по сравнению с биткоином, он дешевый и, скажем, его могут очень сильно разгонять. Поэтому здесь есть возможность, как мне кажется, неплохо на нем заработать. Поэтому продолжайте дальше накапливать эфир, покупать его. Я думаю, что в ближайшее время плюс-минус. Конечно, сложно иногда спронозировать, когда точно пойдет, но я думаю, что у него перспективы для роста хорошие есть. Дальше. По биткоину ситуация, в принципе, аналогичная. Я думаю, что он будет расти чуть-чуть более корявая. У него здесь коррекция происходит за последнюю неделю. Но я думаю, что дальше, дальше вот эта коррекция как закончится, плюс-минус. Я думал, что она закончилась, но, видимо, она еще чуть-чуть подзатягивается. Я думаю, что дальше мы будем пробивать вот эти максимумы в районе 70, там, с копейками тысяч, и дальше двигаться на 80. Поэтому ищите точки входа для покупок. В принципе, можно с текущих брать, но как-то он такой корявенький. Могут еще как вариант, я не исключаю, вот этот боковик, который у нас есть, могут еще раз плюс-минус вернуться к нижней границе, то есть в районе 60 тысяч. Такой вариант я не исключаю. Поэтому следите за риск-менеджментом в зависимости, готовы ли вы сидеть или там фиксировать минусы, дальше перезаходить. Но потенциал я вижу в рынке криптовалют для роста пока. Дальше. По фондовым индексам. Я думаю, что мы дальше будем расти. У нас на прошлой неделе была небольшая коррекция. Она, как вариант, закончилась. Мы неплохо откупили в пятницу. И я бы дальше рассматривал фондовые индексы на покупку. Пока мы выше, скажем, минимума, который был на прошлой неделе, стоит рассматривать покупки на обновление вот этих максимумов. Конечно, в любой момент может начаться какая-то коррекция. Это примерно вот здесь. Что-то похожее у нас и сейчас. Но пока подтверждений на шорт я не вижу. И советую дальше покупать. То есть, как бы, нужно понимать, что у нас мы на исторических максимумах. Но видим, рынок все время показывает новые максимумы. Поэтому продолжаем дальше на большей рынке работать на покупку. По металлам, по золоту, что я могу сказать. Я в этот рынок последнюю неделю не лезу. То есть, я вот здесь. Вот здесь мы покупали окончание коррекции вот этой. На текущий момент у нас пошла сильная коррекция. И она достаточно сильная. И она мне не нравится для торговли, чтобы ее откупать. Она возможная. Но я бы еще здесь подождал несколько дней. Так как достаточно сильно пролили вниз. И это может быть не как коррекция, а зарождение более сильной коррекции или нового нисходящего тренда. То есть, мы не смогли в этом месяце, скажем, как бы, смогли обновить максимумы прошлого месяца. Но не закрепились. То есть, как бы, произошел ложный пробой. Поэтому я пока вне рынка по данному инструменту буду наблюдать за ним. Тот вариант, о котором ты говоришь о шортах, в принципе, он возможен. Но я здесь не лезу пока. То есть, пока у меня вне рынка. Натуральный газ тоже пока не торгую. Напомню, ранее я активно его советовал покупать. На текущий момент у нас пока вне рынка. То есть, в двух словах. Так, по нефти. Вот здесь у меня такая мысль рождается по поводу таких среднесрочных перспектив. В прошлый раз мы с тобой, позапрошлый точнее, обсуждали ее, что целимся на 80. Я считаю, что мы ее сделали. То есть, там пару центов не добили. Это не считается. То есть, мы неплохо несколько долларов сходили вниз. Дальше. По дальнейшему движению я такую, скажем, теорию выдвигаю, что у нас вот это движение последние два месяца, что это коррекционное движение вниз. И дальше мы пойдем снова на 90 и на 100. Но проблема в том, что здесь есть признаки на рост. Но я пока сюда не лезу и жду более сильного подтверждения. То есть, агрессивно можно рассматривать покупки, но так как у нас появляется такой локальный импульс, но мне нужно, чтобы мы что-то более красивое нарисовали, так как у нас вот этот коррекционный тренд последние два месяца, он достаточно мощный. То есть, вниз. И чтобы его покупать, чтобы думать, что он сломался, нужно больше информации. И поэтому я пока лично наблюдаю, не торгую, но кому интересно, то есть, я рассматриваю покупки. То есть, могут ли быть черты, нам нужно дальше, скажем, поглощать хотя бы вчерашний день. Потому что, хотя здесь сильный тренд, такой локальный вниз. Но у меня есть такая, скажем, гипотеза вот по этому рынку. Какие новости выйдут под это, посмотрим. То есть, но я пока наблюдаю. Ну и вкратце по валютному рынку. Давайте затронем там евро-доллар. По евро. Я целюсь, как в прошлый раз, на 1.10. Мы пока туда никак не идем. То есть, у нас коррекция подзатянулась чуть-чуть на прошлой неделе. Я называл уровень 1.08. То есть, мы как раз от него ровно отбились. Вот в прошлый раз. То есть, я сказал, что нужно больше информации для того, чтобы понять, закончилась ли коррекция. То есть, и что она будет более длительная. И мало информации в прошлый раз, в прошлый вторник. На текущий момент я могу сказать, что, возможно, все-таки коррекция закончилась по евро. И стоит евро только покупать. Это первый сценарий. Второй сценарий, что у нас, я не исключаю, что евро может там коррекцию более усложнить. Еще раз тестировать 1.8, там 1.07, там с копейками плюс-минус. Такой вариант возможен, но он, скажем, как альтернативный, чтобы докупить евро при наличии нового сигнала на покупку. Пока я бы рассматривал евро-доллар только на покупку. По другим инструментам аналогичная картинка. Там уже некоторые выросли и так далее. Фунт, допустим, он чуть-чуть другую форму коррекции сделал. То есть, у него другой формат коррекции был, то есть, плоская. По евро такая коррекция нисходящая была локальная на прошлой неделе, а фунт в боковой. И он неплохо показал новые максимумы локальные. Напомню, вот здесь я еще советовал среднесрочно его покупать. Целью с 1.30, 1.35 по фунту среднесрочно. Посмотрим, как оно будет, с какими коррекциями и не ошибаюсь ли я. Поэтому в Форекс пока я против доллара. Металлы пока не торгую, нефть ожидаем, торгуем крипту и фондовые индексы на покупку. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ну что ж, ждем тогда новости в четверг. Посмотрим, как на них отреагирует доллар и как он повлияет на динамику рисковых инструментов и на сырье тоже. В отношении рынка криптовалюта есть энтузиазм, связанный с запуском, ну практически уже в состоянии запуском ETF на основе эфириума. Думаю, что будет еще в ближайшее время волатильность и, скорее всего, новые локальные максимумы. Спасибо, что нашел время, обсудил рынки, подсказал нашим подписчикам, как и что можно использовать и как действовать сейчас. Тогда до скорой встречи во вторник. Пока, удачи. Пока. 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 Продолжение следует...